Максим Васильевич, комментарий по игре? Комментарий краткий. Не забиваешь ты, забивают тебе. По самодаче к ребятам претензий нет. Реализация хромает у нас от этого и вся проблема. Вы считаете, что реализация главная кричит на угрожение? Потому что моменты создавали при неплохой игре крупный счет. Да, соперник реализовал свои 4-3 момента. Мы, к сожалению, не реализовали ни одного. Поэтому будем работать над реализацией. Времени у нас не так много осталось. До следующей игры будем готовиться к следующей игре. Что в таких случаях обычно говорить с нападающим? В первом этапе сразу 2-3 момента очень хорошие, когда не забиваются. Таким начальниками. Не знаю, что в таких ситуациях. Это реализация просто хромает. Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то мы неудачно пробили. Отговорок не может быть никаких. Если моменты есть, их, конечно, надо реализовывать. Но это футбол бывает без ошибок. Не бывает в футболе. Поэтому тут соперник нас переиграл именно в этом компоненте. В реализации своих моментов. Мы не реализовали свои моменты, они реализовали. Поэтому счет такой крупный. Но по игре, я говорю, мы не проиграли по игре. То есть мы проиграли именно в реализации, к сожалению. Спасибо. С победой вас. Анатолий Романович, с победой. Ну и оценка вашей игры? Ну, игра прошла, наверное, динамичной, можно назвать. В таком-то высоком темпе играли обе команды. Интенсивность была очень высокая. Во-первых, надо отметить соперника настрой. И мне, честно говоря, их действия понравились. Высоко, агрессивно играли. Старались играть в атаку. Радует то, что мы стали забивать мячи. И создавать моменты. Хорошие моменты тоже были. И соперники, естественно, создавал. Но сегодня и Сема поработал. То есть вся линия обороны тоже поработала. Ну, в актив, наверное, мы включим эту игру. В особенности во второй тайм у нас достаточно, наверное, выразительно такой получился. Хотя с обоюдными ответными атаками, наверное, во втором тайме все равно можно сказать, что у нас было преимущество. А в первом тайме, наверное, равная такая была игра. Еще раз отмечу, конечно, настрой соперника. Первая крупная победа в сезоне. Ожидали вы, что она будет именно сегодня, именно со звездой? Ну, сложно сказать. Потому что изначально ты не знаешь, как ты сыграешь. Нам и 1-0, в принципе, достаточно было бы. Только хотелось бы это происходило, чтобы в каждой игре. Но еще раз повторюсь, что мы стали забивать мячи, которые сами создавали. Ну, это плюс. Появление Малахина в стартовом составе немножко удивило, поскольку он буквально пару дней провел с командой и был заявлен на флажке. Но чем было обусловлено? Ну, во-первых, когда мы приглашали футболистов Малахина, Муромский и Каштанова, мы изначально просматривали. Их действия подходят по стилю и к нам не подходят. И на тренировках было видно, что футболисты квалифицированные и, в принципе, быстро влились в коллектив. Мы учитывали тот момент, все-таки, если Дениса Рахманова оставили на замене, для того, чтобы он в любой момент мог усилить нашу атаку. То есть он, в принципе, может играть как в центральной зоне, так и на фланге. И мы решили, вдруг, если, например, у Малахина не пошла бы игра, оно безболезненно, то есть мы его заменили бы. Но, опять-таки, адаптация, переход с искусственное на естественное поле, оно тоже сказывается. А до этого все-таки Малахин всегда играл на искусственных только полях. А у Муромски он немного по-другому. У него на естественных полях играл, и видно было, что адаптация прошла безболезненно, и он вышел на замену усилен. То есть те ребята, которые участвовали сегодня, они помогли команде. То есть кто выходил в стартовом составе, и кто выходил и помогал уже на замену. Достаточно хороший темп держали, и очень хорошо себя проявили в этой игре. Следующий вылез очень сложный. Челябинск сегодня одержал 16-ю уже победу подряд. Уже как-то есть мысли об этой игре? Мысли есть, потому что играли они до нас с Новотроицким. Я тоже смотрел эту игру и пересматривал все игры. Да, команда, наверное, на ходу на сегодняшний день, потому что идет без поражения, уверенно идут. Но когда-то это должно тоже завершиться. Естественно, будем готовиться к Челябинску, к выезду к этому. У нас каждая игра, она непростая, она будет сложной. Ну и следующая – это Челябинск. Спасибо. Спасибо. Спасибо.